Село удачное, но сложности возникают. Так можно характеризовать населенный пункт, в котором сегодня проживает около 900 человек. Сложности в основном общие, поэтому прием главы района по личным вопросам вылился в совещание с активом села. Вместе с главой в удачное приехал главврач Ахтубинской районной больницы, поэтому начали с вопросов здравоохранения. Говорили о недостатке молодых специалистов, стандартах медицинской помощи, сроках госпитализации. Ведь для жителей, которых от районной больницы отделяет сотни километров, ответ «мест нет» совершенно непозволительный. Чтобы таких неприятных случаев не происходило, нужно заранее звонить. Вопрос о госпитализации плановой или экстренной, это решается у нас здесь ближайшая золотуха, да, Зелецкий Валерий Александрович? Да, теперь ясно. То есть, правда, я не приехал, то он созвонился, да? Не только приехать, не обязательно ехать, можно позвонить. У нас как бы сейчас доступны все телефоны контактные, сейчас мы внедряем корпоративную мобильную связь, чтобы не только городские номера были, да, не все имеют возможность позвонить. Кроме этого будет сотовый телефон, по которому можно позвонить. Если у вас плановая госпитализация, то она идет планово, да, то есть мы не можем как бы из того, что человек захотел, просто приехал в тот же день и положил. То есть для этого нужны экстренные показания. Потому что, вы поймите, стационар один, людей много. Еще один актуальный для сельчан вопрос – пожарная безопасность. Частично с подачи исполняющего обязанности губернатора Астраханской области проблема решена. На заседании, когда приезжал губернатор, знакомился с нами Морозов, я задала свой вопрос, как бы не то что вопрос, а помочь просто в решении этого приобретения гидранта. Он у нас был, но был не в рабочем состоянии. На данный момент район нам помог, мы гидрант заменили. Еще спасибо, значит, Гомботову, Мустафе Борисовичу, к которому мы обратились, и нам нужна была колонка на этот гидрант. Они очень оперативно сработали, практически где-то за 3-4 дня позвонили и сказали, что можете забрать колонку. Сейчас у нас рабочий гидрант и в селе Удачном, и в поселке Верблюжий. В 2018-м, говорит глава, купили и помпу, чтобы качать воду с реки. А вот техника оставляет желать лучшего. По меркам специализированного транспорта пожарная машина уже старушка. Ей 48 лет, поэтому и износ высокий, и вода из резервуара подтекает. А без пожарной машины на селе никак. Алексей Кириллов ободрил. Автопарк специализированной техники в регионе постепенно обновляется. Задача, в первую очередь, машину получить в Ахтубинский район. Над этим Алексей Кириллов будет работать. А пока поручил главе сельсовета договориться с МЧС. Емкость машины проварить, чтобы сейчас хотя бы воду не пропускала. После встречи глава посетил социальные объекты села. Дом культуры, фельдшерский акушерский пункт, библиотеку и школу. В сопровождении директора школы Тамары Шинкаревой гости осмотрели детский сад, расположенный здесь же, столовую и классы, где в это время проходили уроки. Новый наказ для руководства района наладит систему отопления в спортивном зале. Действующий ТЭН сильно шумит, да и в морозы не справляется. Отопительный вопрос сегодня руководством района детально изучается. Рассматривается внедрение на экспериментальной основе энергосберегающих обогревателей. Весты, производимые в соседнем Волгограде, практически вдвое экономичнее. Если это подтвердится на практике, можно будет использовать такие приборы для отопления социальных объектов района.